Посмотреть на поющий фонтан пришли сотни людей, ведь это первое подобное место в Новомосковске. И к тому же плоскостной фонтан дает возможность просто ходить между небольших струй воды. Со дня на день юбилей города, еще и поэтому в глазах людей ожидание чуда, волшебства и грандиозного праздника. И действительно это место преобразилось так, каким оно никогда не было. Я всех нас, от всей души поздравляю с этим замечательным событием. Для всех прозвучали поздравления с предстоящим юбилеем, а слова огромной благодарности и признательности были адресованы тем, кто помогал в осуществлении этой мечты. Спонсорскую помощь оказали промышленные предприятия города, компании и представители малого и среднего бизнеса. Все эти люди, организации были отмечены благодарственными письмами. Вместе с ними для награждения, под аплодисменты собравшихся на большой круг Новомосковского фонтана выходили все, кто создавал его своими руками и собственными усилиями. Строители, программисты, сотрудники администрации, специалисты архитектуры и градостроительства, многие другие. Наконец, торжественное открытие фонтана, словно космический запуск. Давайте все вместе! Обратный отсчет! Пять, семь, три, три, два, один, поехали! И вот вода, словно множество маленьких солнц, затем мелкие струи, подобные звездному небу, а за ними яркая вспышка и грандиозный подъем. Максимальная высота фонтана 8 метров, диаметр подземной чаши 9, сотни пар глаз, наблюдающих эту удивительную красоту и огромный хоровод из десятков счастливых детей. Мы не ожидали увидеть такое количество людей, неподдельную радость на лицах людей и вообще щенячий восторг у детей. Я думаю, что со временем они его распробуют, вот как сейчас начинается. И это действительно станет любимым местом для наших горожан и для наших маленьких детей. Тем более ожидается жаркое лето. Сооружение это очень серьезное, очень сложное. Прошу относиться к нему с вниманием, потому что струи очень сильные, они могут сбить человека. И с просьбой не сорить, не бросать туда камни, мусор и тому подобное. Я радуюсь тому, что в нашем городе появился такой замечательный фонтан. Ведь рядом с ним можно проводить много свободного времени. Все взрослые дети будут радоваться этому. То, что мы увидели сегодня, это впервые в Новомосковске, но я надеюсь, что это еще будут проводиться такие мероприятия, открываться фонтаны и наш город будет расцветать. Просто все супер, очень понравилось. Спасибо, что доставили столько много радости людям, ну и вообще и детям самое главное. Фонтан музыкальный и поющий. Музыка звучит самая разная, от романтической до энергичной. Поэтому я думаю, что каждому жителю Новомосковска здесь будет интересно. Все по интересам найдут свое развлечение рядом с этим фонтаном. Я считаю, что это большое событие для нашего города и вообще это здорово. Я думаю, это станет хорошей традицией для школьников, когда они будут приходить сюда на последний звонок, на выпускной бал. Они будут здесь получать массу удовольствия. Вообще это классно. Музыка подобрана очень хорошо, цвета подобраны великолепно. И вообще это для нашего города большое событие. Я люблю свой город. Чистый и зеленый. Как раньше говорили, Новая Москва. За детский парк, за паровозик новый, за то, чтобы я включен в Великая река. Живи, расти и развивайся. Новомосковский город мой. Всегда красиво оставайся. Ты для меня всегда родной. Да, мне тоже очень понравилось. Думаю, ну фонтан будет хорошо смотреться, когда будет жара. Да, некоторые могут подбежать к слабым струям, ну и охладиться. Ребятня весело резвится у теперь уже спокойной воды. Взрослые ловят счастливые моменты их детства и стараются сохранить их на память. Сколько фотоснимков, кадров, видеосъемки сделаны в этот день. Вспышки камер и сияние восторженных глаз вокруг. Поскольку круг – символ дружбы, мира, сплоченности, теперь этот пешеходный фонтан в форме круга станет местом многих праздников и еще крепче объединит весь город и его жителей. Субтитры добавил DimaTorzok Вера Супрун, Сергей Голубев, телекомпания «Новомосковск». Субтитры добавил DimaTorzok